Министерство финансов подготовило свои предложения, касающиеся изменений в системе ОСАГО. Согласно закону проекта, стоимость страховки будет зависеть от стиля вождения клиента и серьезных нарушений ПДД. Обновленную версию поправок получили для изучения другие ведомства. Нововведения в основном касаются системы расчета цены полюсов автогражданки. Напомним, цена страховки представляет собой значение базового тарифа, умноженное на различные коэффициенты. Об этом сегодня и поговорим. Подписывайся на канал Покадзюзаставка, а мы начинаем. Населенные пункты, треноги и опасности на дорогах. 7 лет на рынке и статус выбор редакции Google Play. Экономьте семейный бюджет и защищайтесь от штрафов вместе с антирадар-стрелкой. Ссылки на скачивание для всех платформ вы найдете в описании. На сегодняшний день базовый тариф варьируется в диапазоне от 3432 рублей до 4118 рублей. В конце лета Центробанк планирует расширить его от 2748 до 4942 рублей на 20% в сторону увеличения и уменьшения. Ранее мы уже говорили о том, что сейчас страховщики пользуются в основном верхней планкой тарифного коридора, так что новое расширение они рассматривают по сути как повышение базовой ставки. На цену ОСАГО влияют и коэффициенты, учитывающие стаж и возраст водителя, уровень аварийности и КБМ, то есть скидка за безаварийную езду или надбавка за ДТП по вине клиента, регион Российской Федерации, который определяется по месту регистрации автовладельца, а также мощность двигателя. По мнению разработчиков реформы ОСАГО, от последних двух коэффициентов при расчете цены полиса следует отказаться. Вместо них Минфин предлагает учитывать наличие у клиента нарушений ПДД в течение года до заключения договора на новый срок. В документе оговаривается, что страховка подорожает не из-за тех нарушений, которые фиксируются дорожными камерами, и поэтому можно выдохнуть. Еще одним новым коэффициентом, по мнению ведомства, должен стать тот, который учитывает стиль вождения страхователя. Как отмечают ведомости, фиксировать резкие перестроения, скорость движения и прочее, будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств. Напомним, по прошлогодним данным, средний возраст российского парка легковых автомобилей 12,5 лет. Причем на долю машин старше 15 лет приходится почти треть. 32% от общего количества. Это означает, что у большинства машин терминалов системы Эроглонас нет. Каким образом Минфин планирует следить за стилем вождения их владельцев, вообще не ясно. О либерализации тарифов, на чем настаивали страховщики, речи пока не идет. В Минфине подчеркнули, что цена полиса автогражданки в любом случае не должна будет превышать более чем втрое ту верхнюю границу базового тарифа, которую установит Банк России. Помимо этого, Минфин предлагает разрешить клиентам оформлять ОСАГО сроком на 3 года. Вот это поворот! Сейчас максимальный срок страхования 1. И не отказались инициаторы от введения полисов ОСАГО с разными лимитами выплат. Вариант с 400 тысячами рублей и 500 за вред здоровью и жизни остается. А также появляются два новых варианта договора, где лимиты по каждому из рисков установят на уровне миллиона рублей и двух миллионов рублей. Отмечается, что оформить полис расширенными лимитами смогут только согласие страховой компании. А вот страховщикам предложенные Минфином изменения не пришлись по вкусу, кто бы сомневался. По мнению директора по развитию страхования Макс Сергея Печенкова, исключение из схемы расчета цены полиса коэффициентов региона и мощности станет критическим шагом для системы ОСАГО и усугубит кризис в сегменте. А начальник отдела продуктов автострахования Ингостраха Сергей Макартычан считает, что полисы с повышенными выплатами будут использоваться в своих интересах мошенниками. Что ж, пойдет такая реформа на пользу или нет, увидим совсем скоро. А пока ставь лайк, если понравилось это видео, рассказывай друзьям и подписывайся на канал, если еще не подписан. С тобой был канал Профту. До скорых встреч.